Фасонные изделия производятся методом вакуум-формования. Вот здесь температура в зоне подогрева. Он же разогревается за счет того, что сгорает, да? Да, да, да. Из волокна измельченного, да. То есть либо плиты, либо уже готовые фасонные изделия. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Мы продолжаем наши записи о наших проверенных поставщиках. Сегодня мы находимся в городе Сухой Лог. Сухоложский огнеупорный завод. Сейчас посмотрим производство этого кирпича, как оно производится на линии и полностью весь процесс, да? Как вас зовут? Мы не познакомились? Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич нас проводит и покажет процессы. Хорошо, Сергей Геннадьевич? Пойдемте. Здесь происходит что? Пластическое формование. Пластическое формование? Пластик, пластика. Кирпич, который сужится. Ага. А где, ну от чего начинается процесс? Это помольно начинается у нас. Со склада селья, где порошки приготовились. А у нас уже там селья, где селья подготовка, все идет, среживание. А вот здесь уже прессуем, допрессовываем, как все. Сможем туда пройти? Да, да, конечно. Здесь вот лент пресса, вот масса, видите, поступают буквальные смесители. Дальше уже лент пресс. А здесь, ну это брикет у нас. Для первой печи, но это высоко температурный общий, как это. Это селье, сами себе делаем, Галь, шамот. Для своей печки. Да, 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 своей печки, но свой шамот тоже, потом же, как производственного. Это тоже шамотное смывание, да, блин, а шамот. Кухолин, я говорю, а лент. И так работает за счет этого ленты вот. Ага. Чтобы не проскальзывал, продавливает. И размеры. Тоже, размер? Примерно так, чтобы это самое было. Труной прорезается. Да, да, да. Вот это другое уже прессование? Это легковес у нас. Это легковес? Да, легковес. Сейчас на данный момент это 1,3 продукты делается. По полмотокам просто. Можно тут 1,0, плотностью 1,0. Сейчас 1,3 выпускаем. Пятерка простая как. Но она, я вот здесь, через лент пресс так же все и выходит. Есть дошлифовка, сушка, потом я покажу, сушила вам. После сушки уже садка, печи. Там, на сортировке уже дошлифовка до размеров. А вот здесь, получается, она вышла, такая более-менее кривенькая, да? Здесь уже это прессовалось. Ну, там просто перемешивался. Тут же лент пресс, где уплотняется он немного, как бы, да? Ну, видите, только после лент пресса, лент пресс идет. Там тоже режется. Да, да, все так же. Вот, в принципе, одинаковые, да? Здесь материал сначала наверх поднимается и потом начинается здесь уже рассыпаться. Там 100 моль, вот, бункеров, вот, все-таки будет. А пил там отдельно, вот, например, до сапилов до сюда идет. Там шамот, глина отдельно, все, бункера. А легковес получается за счет как раз добавления опилок больше, да? Да, он выгорает. А больше-то, вот, в единице, там, 70 процентов опила. В легковесе. Да, который 1,0. 1,3. Тогда он такой легкий, потом получается. Да, это выгорающие добавки. За счет не их структура, как держится все, а потом это самое, она выгорает, там, кусок получается. Когда-то у нас бункера для первого потока здесь автоматически решка, вот, все, загрузка идет. Первый поток у нас работает не каждый день, а раз в два дня. Ну, по технологии чаще-то не надо, потому что сужила способность подталкивать, как это. Вот так-то вот. Вот как в лаборатории находишься, такой, что-то все, труба. Да, как-то. Такие. Ну, все подачи сырье, все подачи, как бы, это, и аспирации, и все здесь, все это. Но есть также ОТК, кто смотрит, чтобы... Ну, естественно. Везде на каждом пилигере они берут анализы, на анализы все в лаборатории, все проверяют. Там дальше, вот, помольные, дальше-то идет, выше, там, помольчики, которые, наверное, парочки делают. А еще выше получается. Это у нас, там выше, то, вот, все это, формовывающие участок. А помольчика там еще, потому что, ну, шаровые стоят, ротерные дробилки, шаровые имеются, ротерные дробилки. И дальше они, там, грохота, не отсеиваются, все, по бункерам. Бункера-то, видите, куда идут, потом они. Они, да, еще выше, там помольчики в них уже запускают. Ну, а оно открывается периодически? То есть, вот эта штука сдвигается, получается? Почему она сдвигается? Как куда? Сейчас эти пока резервные, заглушенные. Это не работает. Вот, которые работают. Человеком берут, что надо. Человека-то эти, вот, придем на весы. Весовые дозаторы тут все. Калин, видите, вот, порошок льет. Вот это из него делаются все. Можно, да, его взять? Ну, вот, он здесь чистый, Калин, без добавок еще. А потом уже это там все смачивается, перемешается в рент-прессе. Рент-пресс турецкий, это самое, как-то куплен, должно быть. Вот это, который выдается. А там помольчики дальше там застенуют. Ну, вот это уже они намололи, получается? Да, 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 вот, пухер сюда намололи. А здесь уже по ренте туда подается. Высушил, слепили, поставили сюда. Правильно? Насушило что-то. Насушило. Сейчас, идем туда. Вот сушило начинается. Здесь внизу трое сушил. Вот с первой по девятую первое сушило, где надо сушко. Вот с первого по двенадцать это пути подвяривания, второе сушило. Там еще сушило есть, там тоже сушка происходит, кирпича. Тут маленькие температуры, это такие подвяривания, да? Ну, подвагонют, как раз, зима, толкачи, которые проталкивают туда. Ну, ладно, чувствуется, как раз. А тут относительно в адресе считается, потому что пути подвяривания здесь не сушится, а подвяривается. Вот после вторых сушил, мы загоняем сюда, надо сушку-то. Здесь уже выше температура. Да. Ну да, тут уже сколько, 50-40? Ну, тут, смотря от ассортимента. Ну, они на очереди стоят? Да, 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 вот сначала на вторые, оттуда кто-то, что уходит, обратно возвращаем, и сюда уже на досушку ставим. То есть здесь уже как-то совсем сушку пойдет, он уже потом в насадку пойдет с этих путей, а с этих возвращает обратно. Прессуем разные плотности, разные конфигурации, разные способы прессования у нас есть. Размеры какие-то побольше, да? Вот он подвярился, простоял вот двое суток, и, смотри, высыхать начал как бы это вот. Ну, тут влага ушла из него. А еще опилки выгорят, он еще легче будет, правильно? Да, 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 да. Вот уже после сушил кирпича. То есть он уже без влаги здесь? Ну, там и есть влага, но мало. Ну, он полегче стал? Да, процента может 2-3 здесь вот, всего влаги-то. Ой, такой уже плотненький. А там-то он еще легче потом был выгорит. Да сейчас он отсюда уже в печку пошел, правильно? Ну, насадку вот здесь вот и, да. Ну, это вот двух человек заменили, получается. Да больше. Рабочих таких. Они же в круглые сутки работают. Даже работа, какая-то. А само прессование где-то рядом, тут? Прессование там, на прессах идет. Сейчас даем. Четыре пресса, СМО. Вот это работает, ну, как, робота, вот всякие прессы у нас. Вот робота. Он там наблюдает. Сколько там? Четыре кирпича она сдавливает? Посмотря, так вот пятерка простая, четыре есть, и на один кирпич, смотря какие-нибудь изделия. Вот ШБ плита, которая, да, там один, да, наверное, 96-ая плита. Какой 96-ая плита? А там-то там один, да. А зачем он, да, этот мощность, ну, огнеупорность помещает? Смотря какой шмоц, сырье, содержание алюминия. Все, и не только это, и от прессования, все, и от обжига, и от температуры. Смотря какое шрие. Где побольше обемения, побольше температуру надо обжигать, как это. Ну, и от прессования тоже, как плотности. Ну, сразу, по внешнему видно, пропрессован кирпич или нет. По цвету. Где темнее, там лучше пропрессовка. Видишь, оно всегда идет. Края, когда видишь, потемнее, середка маленько побелее. То есть, вот это, там, должно быть хорошо темное. Да, да, да. Потому что темнее, оно лучше спрессованность. Здесь уже качество можно лучше. Ну, нет, это вот именно вот здесь, вот, надо смотреть. Именно вот зажать здесь. Да, 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 где прессуется вот здесь. А штамп обязательно, да, везде идет на кирпичах? Да. То есть, это тоже показали. Как же кирпичи нужно? Ну, вот у нас четвертая печь. Начало. То есть, поставили сразу в печку? Да. Это, где мы обжигаем полусухое, вот это вот. Ну, то есть, одной вагонеткой здесь достаточно, да, чтобы... Ну... А нет, мы одной вагонеткой прогоняем. Вот смену, видишь, вот. Семь прогонах за смену за восемь часов. Через... Вот, восемь часов дели на семь часей. Вот через это время производится прогонка. Весь этап проходит от входа до выхода? Да, вот, да нет. Так, вот, цыгны подводители поставили, а там толкач. Вот, за проталкивает весь состав. Вот это вагонеткой как. И-и-и. Вот, видишь, там, что дальше делать? Пойдем. Видишь? Где красная, там зона обжига. Ну, а далеко? Далеко. Ну, тут 46-й позиции начинается зона обжига. Вот 45 позиций – это зона подогрева. Там 15 позиций, потом зона обжига по 60-ю, а там зона охлаждения идет по 89-ю позицию. 89 позиций здесь. Здесь зона подогрева за счет горения опила. Опил должен еще до зоны обжига весь выгореть. Вот здесь температура в зоне подогрева за счет этого. То есть, разогревается за счет того, что сгорает, да? Да, да, да. Внутри греется. Да, да, да. Вот еще первая печка итальянская. Его допустили в 16-м году, насколько я помню. В каком? В 16-м. Ну, это по итальянской технологии они нам рисовали все, материалы ихные все делали, строили, как бы ихные кураторы были. Она в автомате. Тут только надо, что самое главное, фар-камеру поставить. И в определенное время она все это прогонку сама делает, там выталкивает. И там надо убирать вовремя все на выкатке. Особенно это все. Тепература заданная, сама поддерживает. На тех печках там газ, воздух ходит, проверяет. А здесь она смотрит от этого, сама по горелкам, в всем автоматическом режиме заданной температуры. Вот это зона сушки, вот, в 14 позиций. Там зона подогрева уже идет. Здесь подается теплоноситель, где досушивается кирпич. Здесь кто, ну, тот же нагретый воздух сюда загоняет? Нет, здесь просто теплоноситель. С этой же печки, зоны охлаждения, забирается, подается сюда вот. Сколько, Сергей Геннадьевич, работаете уже на заводе? 40 лет. 40 лет? Как начал, с армии так, наверное, и пошел. Ну, я как, пришел в 82-м году на практику сюда. Потом техникум окончил, устроил, в армию сходил, обратно вернулся. Вот так все болтаюсь здесь. Болтаюсь. То есть здесь уже вы складываете, получаете, расхужаете? Да, ну, это вот, это брус, который там садим. Потом выходил там, 28-й, 30-й СЛ. Это легковес. Из него уже кирпичи выпиливается. Жел. А когда брус полностью, кирпичи-то там потом покажу. А, то есть кирпич не отдельно заказывается? С него три кирпича выходит. Ага. Здесь тоже доказывается. Ну, там изделия, бывает, что и больше делал, как по заказу. Мы и брус больше выпускаем, когда есть иная цельная, что-то такое. Вот продукция. Вот это вся обжигалась на первой печке, видишь? МКС, МЛС, 53. Вот девятка же. Крэ, какие размеры? Это все через си. Разные формы, правильно? Да, да, да. Кибердур, облика, 1450. Здесь. Вкладывайте вручную. Да, сортирую. Вот, только кранбалка снимает вот эти пакеты. Вот такие вот. Которые брикетки мы делаем, я же говорю, что там кранбалка. Сейчас пойдем покажу. Печку не будешь закривать? Да, то же самое, наверное, все. Что, сейчас откроем? Это вторая печь. Это тоже канал. Полусухой, там ультра наверху вот. Да? Полусухой, вот продукция. Второй печь кивонар. Кибердер стоит. Здесь полусухой, а то, что говорили, да, что выгоняет. Ну, ну, ну. Ну, вот ШБ-8, ШБ-5, да, вот. Да, да, да. ШБ, ША, там все. А по цвету, вот, да, Александр говорил, что темнее. А вот кранбалка, да, видишь, вот это, снято пакетная сядка, то, что он тренер пресет, вот они. Кранбалки снимают, зачем решу, когда это сырье пойдет, так вот. Так, а, ну, вот эти отверстия в них, да, стоять? Вот он по четвердинке берет и как, ножки, да. Вот, видишь, вот, из заготовки вот вытиливаем. Вот, вот этот уже готовый, получается. Да, да, да. Что ты там вешаешь? Можно жонглировать. Он 700 грамм всего весит. А? 700 грамм должен весить. 700 грамм кирпич. А у нас 3,5, 4. Это стандартный. Нет, еще БТ, вот тот такой же, он весит 3300, 3400. Этот, считай, еще 5 раз лучше. Сейчас прошли линию по производству шамотного кирпича. Вот здесь уже он упаковывается, встягивается лента и упаковывается. Правильно? И уходит на склад. Да. То есть, в принципе, больше уже технологических процессов мы не увидим. Нет. Только хранение и погрузка. Да. Сейчас зайдем еще в один цех. Роман Юрьевич, это старший мастер. Старший мастер. По новым технологиям. По новым технологиям покажет, как производится стекло... Волокно огнеупорное, керамическое. И изделие из него. Да. То есть, это у нас керобланкет, вата, как она, мульта? Мульта кремнеземистая. Это не здесь делается. Это не здесь. Ну, в общем, посмотрим, как изготавливается мат керобланкет. Как раз он делается вот в этом, на этом месте, на этом участке. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас мы зашли в цех. Ну, то есть, мы зашли на участок, скажем так, не в цех. То есть, здесь непосредственно находится линия, которая производит стекловолокно огнеупорное, керамическое. То есть, производится волокно двух классификационных температур. 1260 градусов и 1425 градусов. Значит, все производство компактное. То есть, находится в одном месте, включая сырьевые материалы, само плавление, производство волокна и упаковка готовой продукции. То есть, все в одном месте. И сейчас мы вдоль линии пройдемся, как бы, поэтапно покажу, расскажу. По сырью. Из чего вообще основа? Оксид алюминия и песок. То есть, хитрого ничего нету. Как бы технология давно известна. Единственный способ изготовления, ну и технологический наработки собственные, за счет которых улучшается качество выпускаемых материалов. Пойдемте. Ну, значит, кроме того, что мы прошивное волокно выпускаем, мы также выпускаем волокно типа БАЛК. То есть, это непрошитое волокно, которое применяется где-то, ну, без ополнения. Вот это? Чего-то. Да. Ну, это оно без упаковки. Это здесь выход. То есть, здесь оно начинает упаковываться, да? На выходе уже. Это тот же самый. Материал тот же, но только не без клея, да, наверное? Да. Без рулона, да. А так, в принципе, характеристики все те же самые. По температуре. То есть, тоже туннельная печь получается, да? Это не туннельная печь, это роликовая печь. Роликовая. То есть, туннельная температура побольше. Здесь температура до 900 градусов. Поменьше. Это уже выход здесь рулонов идет? Да, вот у нас фактически вот здесь уже выход готова. То есть, завод, сырье начинается оттуда, движение сырья. Там на вершу стоит обычная степовая печь. Что-то падает, сырье плавится и уже получается посредством раскидывания, расплава образуется ковер. Ну, то есть, тоже своя технология, так скажем, на изготовление. Ну, вот именно... Здесь уже получается выход ковра самого. Именно за счет технологических нюансов, то есть, продукция приобретает те характеристики, которые имеет. А оборудование российское это или не российское? Оборудование здесь очень много иностранного, российского. То есть, здесь намешана солянка очень, очень разнообразная. Что-то сами делали, да, что-то за рубежом приобреталось. То есть, вот здесь вы храните, получается? Да, все, вот здесь линия кончилась. Упаковка и дальше вот. Ну, там еще вот изделия делаются, а основное место занимает склад. Стандартная упаковка это полет на полете 22-го. Ну, то есть, вот для примера. То есть, фуры вы так и грузите полетами? Да, да. Фура 24 полета. 24 либо 26. То есть, здесь участок по производству изделий стекловодкна. Называется кератерм блок. Вот этот футеровочный, да? Да. И можно производить футеровку. Я помню про него рассказывали, что вот эти штифты, да, какие-то? Ну, есть с креплениями. Это без креплений, то есть, подбоковые крепления. В зависимости от того, как клиенту необходимо. На основе вот этого рунного стекловодка, огнеупорного кировического, мы можем сделать любые фасонные блоки, так называемые модули. Размеров. Модули Z-блок. Размеров, плотности, плотности. Да, я понял. То есть, печь выгорела, шамотная, вы ей можете запутировать. Ну, допустим, как правило, это заменяет шамотные футеровки, допустим, на такую волокнистку. То есть, это намного легче, быстрее монтируется и долговечнее будет, больше будет стоять. Ну, идет спрос. Берут? Да. То есть, участок практически беспорывно работает. Вот пример вам рулонного материала. То есть, это заготовка. То есть, от того, что ложится в коробочке, она ничем не отличается, только то, что она не в коробочке. Почему? Потому что, а зачем мне в коробочке, я из нее потом модулят делаю. То есть, я ее в бумагу заворачиваю, да. Разматываю, делаю свои выкладки и это самое. То есть, а так вот, тот же самый материал, те же самые характеристики. Фасонные изделия производятся методом вакуумформования. Это тоже материал. Из волокна измельченного, да. То есть, либо плиты, либо уже готовые фасонные изделия. Вот оно сушеное сейчас тоже, да? Конечно, сухое, естественно. То есть, что у вас сушен, получается, делают заготовку, набирают определенные отлучины. Весь везде фасона. Потом уже обрабатывают. Но это в основном тоже производственные, да, заказы? Конечно. То есть, конечно, мы только по заказам работаем. Вот так границы киробанки на палетах. Киробанки по-другому называются? Да. Киробанки по-другому называются? Вот вам для примера. А их для плавления? Крышка котла. Крышка котла. Крышка котла. То есть, вставляется в крышку котла в качестве футировки используется. Экскурсия была плодотворная. Посмотрели другую технологию производства кирпича, уже огнеупорного, не керамического. Что-то отличается, что-то сходится. То есть, ну, здесь уже смотреть вам именно, как это делается. Потому что самому лично было интересно увидеть сам процесс изготовления. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Ваш печной мир. Всего доброго.